В актовом зале, кроме офицеров Федеральной службы исполнения наказаний, сегодня представители краевой и городской власти, общественных организаций и силовых структур. 3 октября указом президента новым начальником ГУФСИН России по Приморскому краю назначен генерал-майор внутренней службы Вадим Вёрсткин. Конечно, я буду в учреждении, потому что я здесь в последний раз был 5 лет назад, при инспектировании, это август был 2012 года, поэтому, конечно, многое изменилось и, думаю, где-то в положительную сторону, в большей степени. Новый начальник появился в зале прямо с самолета. По приморской традиции времени на отдых нет. Познакомиться с новыми подчиненными, рассказать о грядущих кадровых перестановках. Новый начальник, новый не совсем. Вадим Вёрсткин уже работал во Владивостоке. Революции здесь делать нет необходимости. Просто должна быть плановая работа по обеспечению правопорядка, исполнение наказания, предписанное судом нашим осужденным. В Приморье Вадим Вёрсткин служил под Арсеньевом, а с 2002 года работал в ГУФСИН по Приморскому краю, тогда еще ГУИН. Так началась его карьера в уголовно-исполнительной системе России. После Вадим Вёрсткин работал в Москве, но курировал Дальний Восток, поэтому связи с Приморьем не терял. К своему нынешнему месту работы прилетел из Тюмени, где три года также возглавлял УФСИН. В Тюмени и Москва два часа разница. В Тюмени в Восток семь часов. Все остальное одинаковое. В принципе никакое. Люди везде, есть люди. Задач перед новым начальством множество. Только за последние несколько месяцев в УФСИН по Приморью происходили события, которые привлекали внимание общественности. Например, в июле, когда в больнице при СИЗО погибли четверо заключенных. Сегодня эти и другие проблемы предстоит решать Вадиму Вёрсткину. Однако неразрешимых проблем нет, считает новый начальник УФСИН. Главное, чтобы рядом были опытные и грамотные коллеги. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.